Пришли спрашивать меня не почему, как я провела день рождения в аниматах. Есть такое. Да, а о том, что... Сидят, а то вы пришли с черного хода, что вы стояли в углу, тихонько, и дали объедки. Это ведь и так? Просто люди, которые пишут такие вещи, но вы мне прислали, я почитала. Мне кажется, это эти люди, которые видели на столе только селедку под шубой и салат элемье, который нужно из тарелок накладывать. Они не понимают, что иногда есть день рождения или тусовки в стиле фуршета, где носили канапе, если объедки это фуа-гра, которые нас угощали, то мы назовем, лишь бы и не спалось хорошо. Я так понимаю, что люди очень тяжело переживают вообще сам факт, что я появилась на день рождения. Мы дружим. Я сейчас вам даже покажу, когда мне пришло от Нимара приглашение. Вот вы можете посмотреть. Да, это какая? Инвай. Инвай. Какое число? 18 числа. Да. Кто прислал? 18 числа. Да. Что там написано? Нимар Джуниор. Да. Нимар Джуниор прислал мне приглашение еще 18 числа. Я написала спасибо, дорогой. А когда прилетела уже к нему на день рождения, написала, дорогой, я в Париже, на твой день рождения приехал. Он говорит, спасибо, baby, see tomorrow. И это причем его новый телефон. У него телефон раньше был другой. Вот. Который, видите, change the phone number. Где у нас гораздо больше переписки. Мы дружим. Я живу в Европе. Я работаю над проектом «День с легендой». Я снимаю легендарных спортсменов. Для меня эти ребята, там большой список. У меня личных контактов очень много. И Мбаппе, и Дехея, и Тибу Куртуа, и, я не знаю, ну, огромное количество. И Дибала. Ну, я с ними совсем дружу. И для меня это люди из, ну, моего круга общения. Пусть я не спортсмен, да, но, тем не менее, и дружу со спортсменами, и с огромным количеством серебристов. И для меня, понимаете, ну, это мои друзья. То есть мне вот не важно там подойти, сфотографироваться, что я там-то была. Меня приглашают, я очень рада, я здорово. И так как я работаю над своим проектом, который я надеюсь, что очень скоро смогу представить зрителю, я общаюсь с такими людьми. С кем поговорили на вечеринке из тех, кого вы перечислили? Может быть, с Неймаром тоже перескорировали? Конечно, с Неймаром поговорила. Я подошла, поздравила его, пожелала ему скорейшего выздоровления. Дала ему номерок с подарком, я говорю, там, вот, пакет забери его. С Мбапой мы пообщались, потом близкий друг Неймара Габриэль, который тоже футболистом в Бразилии, играл с его женой. В принципе, вот как бы мы с ними и общались. Народу было очень много, около, наверное, 300 человек. В самом начале тебе дают браслет, ты не можешь пройти через черный вход, тем более, что там стояло очень много прессы, которая фотографировала. Есть фотографии, Rivals называется, как ты приходишь. Меня спросили в интервью, там была камера, что вы подарили. У меня был свой пакет. Я говорю, ну, вот такая-то сумка. Поэтому, может быть, людям просто спится проще, когда они представляют меня в Каннском фестивале, как будто я там где-то прошвырнулась, там, не знаю, проникла вдруг, не знаю, через какие-то подполы. Или чтоб Неймару на день рождения пришла тоже со черного хода, я видала обеду. Это просто вот, чтобы придумать, это даже надо такое чувство юмора иметь. Мне, если честно, было смешно, когда вам это прислали. Но, в любом случае, то, что было, то было. И мы дружим, этого не отнять. Как бы вам этого не хотелось. Неймар, грустку немного. Он сначала был грустный. Но, на самом деле, я не успела просто снять этот момент. Он заходит, и в какой-то момент, а мы еще в интервью спросили на улице, как вы думаете, Неймар будет танцевать? Я говорю, вот вы не понимаете, что я приехала сюда, и я знала, что будут танцы. И это как бы одна из самых таких вот всегда signature of any event, когда ты видишь там Неймара, и друзья, мы всегда танцуем, всегда с жалями. Я говорю, я уверена, что будут танцевать. Заходит Неймар, поднимает костыли, и вот так вот начинают делать. Ну, то есть, понимаете, да? И пели, и танцевали, и веселились, и очень было классно, тепло, и здорово. Делал тонку, Каш. А, можете, я здесь не успеваю. Ой, вот видите, вот никто из вас не скажет, человек будет... Мы говорим о том, что меня... Кто там обидал обед? Я вам показывала, как выглядит приглашение? Еще разочек. А сейчас я вам покажу. А вы его можете скинуть? Нет, не его будет. Вот, нет, не сообщение, нет, не само приглашение. Я вам покажу видео, которое он сделал для детей, когда был Новый год, ой, когда был чемпионат мира. Я просила, можешь, пожалуйста, прислать обращение для ребятишек? Мне будет приятно, я вам покажу сейчас. И он прислал мне видео, вот, дата какая у нас идет, июнь 2018 года. Неймар присылает мне видео для детей. Привет, ребята, спасибо за его поддержку. Будьте счастливы для жизни. Мой человек. Вот, да, вы видите, да, для ребят, для маленьких ребятишек, которые безумно его любят. И это больше, чем просто дружба, потому что это и партнерские отношения. У него же свой институт, вы знаете, да, что у него в Бразилии свой институт, он помогает детям. И я очень бы хотела снять его именно с той стороны, потому что очень мало кто-то знает. В Бразилии знают, у нас здесь не знают. У нас, ну, не Марта, там, какой-то модный парень, который, да, там, как они там, актер любит симулировать. Он потрясающий игрок, очень талантливый, и как человек очень человечный и хороший. Поэтому и так мы познакомились с ним. Мы познакомились с ним через мой проект. То есть, у вас уже мы с ним интервью еще будем? Да, да, мы хотим, в том году, вот, даже, чтобы делать, у меня была травма, но я хочу, и он хочет так же, чтобы мы снимали в Бразилии, чтобы показать институт. Поэтому, как раз показать-таки снимаю с другой стороны, помимо поля, помимо того, каким мы его увидим. Придется затронуть чуть менее приятную тему. Я знаю, что вы следите за судьбой. Я переживаю очень. Я не то, что слежу, я переживаю. Я считаю, что это уже какое-то издевательство. У меня вот мурашка по коже в виде, да, когда мы говорим про Сашу. Я понимаю, что люди думают о том, что это какие-то зажравшиеся, там, не знаю, ребята. Да, безусловно, конечно, то, что было, это выглядело все очень некрасиво, но все, то, что мы видели, мы видели только с одной стороны. Я знаю лично, общалась здесь с мамой и Сашиной, и с Сашей, и с его другом, близким, который тоже его поддерживает. Их оскорбляли, их называли петухами, называли там какими-то такими ужасными словами. Это провокация, об этом не говорится. Поэтому то, что произошло, конечно, безусловно, я не оправдываю ребят, но мне кажется, что полгода лишения свободы, спортсмена, который сейчас, во-первых, а, игровой, во-вторых, который после травмы, это очень жестоко. И это очень много. У них дети, не надо забывать про то, что у каждого из них, ну, кроме Кирилла, да, есть семья и дети, которые к нему видят своего отца полгода. Это самое страшное, что может быть, когда ты не можешь поцеловать и обнять своего ребенка, когда ты хочешь. А мы все, я вот думаю, что это больше похоже на такую публичную казнь, такую казнь, да, после вот этой Багдасаровой, которая ездила. Помните, все скандальчики, скандальчики, и все сорвалось на ребятах. Поэтому я очень надеюсь, сейчас прочитала новость, что они обращаются в Европейский суд по правам защиты человека. Я очень надеюсь, что это поможет, потому что я слышала, не от одного человека, что во время суда, во время слушания, судья играла, у нее в очках отражалось, в игру на телефон. Это нормально? Значит, судья пришла, у нее уже было мнение, что нужно ей сказать, какое заключение делать, что бы ни сказал адвокат, она по-любому уже знала, какой она мне не твердит. Иначе бы она слушала, правильно? Вовникала бы хотя бы в это. Ну, то есть это просто уже похоже на какую-то кинокомедию. Привезу меня спросить о том, о чем Алана писала в инстаграме, якобы у ваших связи с полом в Дубае. Это что, как она это реагирует? Ну, мне кажется, что у нее, у Аланы, она психически нездоровый человек, мне это кажется. Потому что, судя по тому, как она себя ведет, она не похожа на адекватного человека. Да, действительно, я знаю Пашу, да, действительно, мы как бы кальян курили, вместе сидели, но это не говорит о том, что у меня с ним что-то было, и потом это вообще не тот человек, которого я когда-то либо вообще могла подпустить к себе. Начнем с этого. Она себе льстит, скажем так. Его уровень-то немножко такие вот стриптизерши, там всякие вот... Я не говорю плохо о стриптизершах, нет, но я имею в виду, что вот такие вот девочки, которых там можно вот так вот взять по щелчку пальца с собой, повезти в кофемане и развлекать. Неймар, зезда, во Франции, в Бразилии. Какой номер, зезда в России? Если бы с Неймаром такое произошло, на вас взгляд, у вас суба был похожий? Вы знаете, я разговаривала тогда, история была, кто мне рассказывал? Мне рассказывал Филайни эту историю, когда он же в Лондоне, в Манчестере, ехал на работу, и кто-то его то ли подрезал, то ли может быть куда-то повернул, но не так, да? Вот какая-то вот такая история, вообще, ну, нелепая. У нас такое происходит каждые пять минут. Этот человек, которого там, ну, как-то, что-то произошло на дороге, написал в Манчестере Юнайт, написал номер, узнал, кто это, фамилию, там вот такой скандал, вот просто на ровном месте. Я думаю, такого бы не произошло по одной простой причине, что люди не бросаются такими словами на провокации. За эти слова можно подтянуть, можно также человека в правовом поле наказать. У нас больше эмоциональность такая, люди за свои слова не отвечают, они не бросаются, и вот такие вот истории происходят. Поэтому он... Главное время следствия, как ориен на свободе, может потом заниматься преступным деятельством, поэтому он пока то сюда, сюда еще не будет выходить по сторонам. На мой взгляд, это возможно? О какой преступной деятельности идет речь? Если тебя прилюдно оскорбляют, то, конечно, нужно было, наверное, тоже оскорбить слово, но я всегда говорю, что слово гораздо сильнее, чем любые кулаки, но... Ну, то, что мы имеем, то, что имеем, но я считаю, что полгода, причем там день за два идет, я так понимаю, правильно, в сезон, это очень много, это практически год, это, наверное, сидели, ну, за что? Таких драк очень много, и мы видим каждый день, но никто так не наказывает, правильно? На последнее, еще вопрос, вы очень ярко постоянно выступили на РСИА-1, в эфире у Андрея Малахова, но я даже заманывался, будут ли вам какие-то санкции, это слово, которое вы не удержали, что он принесли, что это очень много? Да, вы знаете, я очень хочу извиниться перед теми зрителями, которые попали и услышали в прямой эфир, я цитировала человека по имени Пак, вот этого, которого сидел в ресторане, и сейчас он очень порядочный гражданин, вот этого доблестного гражданина, я цитировала, это была просто цитата, как он назвал их, а люди этого не знают, люди видят только со стороны вот такую реакцию, вот, ну, мы хотели, я бы хотела все-таки на хорошей ноте закончить, у нас 21 числа здесь в Москве, в Душниках, снова приезжают легенды, я в Массадок проекта Legends Cup, и у нас будут игры, 21, 22, 23, поэтому я вас тоже приглашаю, приходите, если вы хотите увидеть легенд, очень близко, сфотографироваться, взять автограф, мы вас всех ждем, следите за новостями у меня в инстаграме, обязательно об этом буду говорить, вот, новые интервью, новые... С кем планируется интервью у вас? Будет, естественно, много звезд. Будет много звезд. Мы с кем, с кем, Манечка, у нас следующий? У нас Бадр Хари. Нет, 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 есть легенд, которые прилетают сейчас на этот... А, сейчас я забыла все поменее. Ну, у нас есть, я просто сейчас договорил, все есть какие-то в имейли, сделаем обязательно, поэтому приходите, и... А зрителям, которые, ну, не моим любимым драгоценным зрителям, а те, которые меня, я так понимаю, что пытаются уличить в чем-то, я вам пожелаю заняться собой, заняться своим развитием, выучить хотя бы один язык, и, может быть, тогда у вас тоже будут друзья в виде Бабе, Немара, Дехе, или там, Дебала, не знаю, кого угодно. Это все делается только через труд, через знания. Это не приходит вот так. Поэтому я вам желаю развиваться. Занимайтесь собой. Да. Или идите, развивайтесь. Все, мы пошли работой. Спасибо, что приятно. Спасибо вам. Если фоткать еще на одну сиху, то не будет. Давайте, давайте. А то потом скажете, что... А, вы мне показали фотографию, где... Давайте, вот, я психолог, да, только без образования. Так, кто, кто фоткает? Я тут Александр. Александр. Скоро интервью в Туребой на спор 24. Почитайте, смотрите. О том, как я объедала объедки и как я зашла через черный вход. Ну, как приехали. Спасибо вам. А так мы не приехали. Так хоть рассказали, что приехали. А вы сфоткали, да, мои сообщения с Немаром, честно говорите? Ну, вружки. То, что попало в камеру, то и попало. Ай-яй-яй-яй-яй. Да ничего там не видно, господи. Да и какие сообщения-то ебул. Да. Нормальные сообщения. Немар пригласил и кто любой надежды. Между прочим, мой молодой человек, кстати, был рядом со мной, когда пришло мне приглашение от Немара. И он мне такой, ты поедешь? Я при этом просто потанцую. Он так переживал, что я еду, потому что он сам не мог приехать. Если бы он был здесь, в Москве, в России, я бы его тоже с того пригласил. Вот. Так что я хотел сказать о том, что Немар мне друг. Ну, не только друг. Да. Только друг. Вот. Ну, то, что мы называем друг друга бейб, бейб, это нормально. то есть, чтобы вы понимали. Если бы тоже так называют дуб, ребята. Бейб, Ладно, я пошла работать, короче. Объездки все съела, верите? Нет, все. Все съела. Все, мы пошли снимать. Девчонки, вот костюм. Мой, из моей линии одежды, новый. Это который, вот, Виктория Боня, Виктория Боня. Давайте снимем. Нравится вам, Сейчас. идем снимать. Теперь настроение шикарное, потому что, потому что вы не обманяли. А? День с легендой, может, ставят кусочек? Вы не хотите, День с легендой? А, хотите мы вам, да, какой-нибудь дадим тизер, кстати? Нашего проекта. Ну, лишний не будет, я думаю, если надо, давайте запроску в фильм. Все, мои любимые, чуть позже мы выйдем к вам в эфир. Не входите. Мальчик, мальчик. Погналитей с этим,